Герои нашего времени. Они боролись за жизнь пациентов, но их спасти не смогли. В Шемкенте скончались сразу 9 врачей. Минздрав начал расследование. Искушение и наказание. Завышенные цены на лекарства. Повод звонить в полицию. Чем воспользовались недобросовестные люди, скупившие лекарства в больших объемах. Жители Карагандинской области призывают сообщать о спекуляциях правоохранителям, а искушенных наживой обещают сурово наказывать. Карантинный нокдаун. Рестораны, кафе некоторые. По ним это очень сильно ударит. Третий ресторан Афалматы может обанкротиться за время локдауна, а больше половины уйти в тень. Кто поможет бизнесу? Амина Абдрахманова выясняла. Хакерская контр-атака. Гражданину Казахстана грозит 50 лет тюрьмы за киберпреступления в США. Заявление американской стороны в материале Айгуль Жамаловой. Мария Млукпанова в студии Атамикен Бизнес. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях дня. Начнем выпуск с неутешительной статистики. Число жертв коронавируса в стране достигло 280 человек, сообщается на сайте Национального центра общественного здравоохранения. На данный час скончались еще 16 пациентов. Ну а в Шемкенте, как мы сообщали ранее, умерли сразу 9 врачей. И это всего за один неполный месяц. Об этом стало известно после того, как в социальной сети попало видео, посвященное памяти медиков. Ролик сделан благодарными пациентами. Среди тех, кто не справился с болезнью, известны и в городе педиатр, хирург, гинеколог, врач УЗИ и многие другие. На кадрах мелькают фотографии 16 медработников, но в городском управлении здравоохранения уверяют, что только 9 из них сотрудники городских больниц. Остальные работали в стационарах Туркестанской области. Сколько же всего врачей, медсестер и санитаров скончались от коронавирусной инфекции или пневмонии, выяснить оказалось невозможным. Общую цифру не желают придавать огласки ни в Горздраве, ни в Акимате Шемкента. По пневмонии на сегодняшний день все смерти изучаются определенной комиссией. После их заключения мы можем озвучить от пневмонии или от ковид. На сегодняшний день это совместно с министерством ведется определенная комиссия расследования. Сейчас я не могу озвучить от ковид или от пневмонии. Зато известно, что 569 медработников Шемкента и Туркестанской области заразились коронавирусом на работе. Сегодня Аким Шемкента подтвердил эту информацию. Отмечается, что за работу с коронавирусными пациентами врачи Шемкента получили надбавки к зарплате в сумме 780 миллионов тенге. Правда, если их разделить на 2764 медработника, суммы получаются незначительными. Напомню, несколько минут назад президент выступил с обращением к народу. 13 июля объявлено днем национального траура по умершим от коронавируса. Продолжаем выпуск. В Жамбылской области с населением более миллиона человек работают лишь 10 кабинетов компьютерной томографии. Как сообщили сегодня на брифинге Аким региона Бердвек Сапарбаев, сейчас совместно с Минздравом прорабатывается вопрос организации кабинетов в КТ в каждом регионе. Кроме того, туберкулезную больницу, а также санатории региона переоборудуют в стационары для больных коронавирусом. Сейчас в больницах области лечится почти 900 человек. Резервные места организуют для предупреждения о нехватке тысячи койко-мест, которую уже прогнозируют в Акимате. Сейчас в Жамбылской области, как и во многих регионах, участились случаи заболевания пневмонией. И вместе с тем выявлены 1866 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По нашим прогнозам, необходимость коечных мест достигнет полторы тысячи. Сейчас помещение некоторых санаторий, туберкулезные больницы освободили. Проводятся ремонтные работы. Их также будем переоборудовать в стационары. Тем временем обращаться в полицию призывают жителей Карагандинской области в случае завышения цен на лекарства. Стоимость медикаментов не может превышать предел, утвержденный отраслевым министерством. При этом люди жалуются, купить необходимые препараты невозможно. В аптеках уже давно нет антибиотиков, противовирусных лекарств, парацетамола. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, парацетамол есть? Нет, нету пока. Нету? А давно нету? Недели, может, полторы недели нету. То, что лекарства не хватает, это элементарно. Аспирин, парацетамол, все в ограниченном количестве. Это ненормально. Мы с города Абая приехали сюда, вот и иду в аптеку найти парацетамол. Потому что в Абая я все аптеки обошла, парацетамола нету. Цены очень сильно подросли, очень, на 80%. Мы должны правительством или этими властями контролировать. Иначе это беспредел. Они могут такие цены там накрутить. Уже в начале июля из аптек Карагандинской области выкупили практически месячные запасы лекарств. Скачок заболеваемости вызвал ажиотаж. Некоторые предприимчивые граждане скупили большое количество медикаментов. И сегодня продают их через социальные сети по завышенной в 3-4 раза цене. При этом власти уверяют, что поставка лекарств в аптеки не прекращается. Включая развозку бесплатных антибиотиков для тех, кто состоит на учете с хроническими заболеваниями. К сожалению, паникла, возникшая пик заболеваемости, вызвала ажиотаж. В очереди в аптеке. Чем воспользовались недобросовестные люди, скупившие лекарства в больших объемах. В итоге первое время необходимые лекарственные средства не могли получить пациенты, которые действительно внуждались в них. Хочу предупредить, что всех, кто будет спекулировать лекарствами, ждет суровое наказание. К слову, бессимптомные формы коронавируса не требуют лечения антибиотиками, гормонами и другими тяжелыми группами лекарств, заявила сегодня врач высшей категории Раушан Карабаева. По ее словам, такие препараты назначают пациентам при лечении ковид, которые находятся под пристальным вниманием врачей. Эти медикаменты влекут за собой непредсказуемые последствия. При амбулаторном лечении необходимо принимать лишь противосимптомные лекарства. Бессимптомные и малосимптомные формы заболевания должны лечиться на дому, и пациенты не должны применять такие серьезные препараты, как антибиотики, антикоагулянты и гормоны. Если это пневмония вирусной антиологии легкой степени тяжести, то такая пневмония лечится на дому, и применяется симптоматическое лечение. Это жаропонижающее, длинное питье, витаминотерапия. Если пневмония имеет среднюю степень тяжести или тяжелую, то такую пневмонию лечат в стационаре. На борьбу с пандемией COVID-19 правительство Казахстана выделило почти 192 миллиарда тенге, сообщил первый вице-министр финансов Берик Шопанкулов. По его словам, 125 миллиардов предусмотрено в рамках уточненного бюджета на противоэпидемиологические мероприятия, в том числе доплаты медработникам и расходы на строительство инфекционных госпиталей. Еще 66,9 миллиардов выделено из резерва правительства. Большая часть, это 46,5 миллиардов тенге, приходится на Минздрав. Остальные транши направлены Министерству образования и науки, МВД и Минобороны. Напомню, общий пакет господдержки с момента режима ЧП составил порядка 6 триллионов тенге, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне. На текущую дату на борьбу с пандемией из республиканского бюджета выделено 191,9 миллиардов тенге. Из них в рамках уточнения бюджета 125 миллиардов тенге, из резерва правительства 66,9 миллиардов тенге. Данные средства имеют строго целевое направление и контролируются с момента проведения государственных закупок и до перечисления данных денежных средств до конечного покупателя. Конечно же, еще есть контроль Министерства здравоохранения, который через Комитет по контролю качества медицинских услуг осуществляет контроль, как предоставляются услуги больницами. К слову, не менее интересно, сколько денег потратили различные страны на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии. Сравнительный анализ на основе открытых данных вошел в исследование аналитиков Большой Четверки. Документ опубликовала аудиторская компания KPMG, которая нередко оказывает консультационные услуги и крупным казахстанским холдингам. В какой стране богатые не получили от государства гроша и с каким условием правительство Великобритании выдало беспроцентные кредиты бизнесу, расскажет моя коллега Диана Тукенова. В США оказались мировым рекордсменом по сумме, затраченной на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии. Дональд Трамп распорядился потратить порядка 3 трлн долларов на спасение экономики, а именно полмиллиарда на финансирование предприятий, пострадавших от пандемии, плюс еще полмиллиарда на разовые выплаты гражданам. Малый бизнес в Соединенных Штатах получил льготные кредиты. И если владельцу своего небольшого дела удастся сохранить штат сотрудников, то государству он деньги может не возвращать. А вот Германия, меньшая по территории численности населения, чем США, потратила ни много ни мало порядка 1,5 трлн долларов, следует из анализа КПНЖ. Там среднему и крупному бизнесу дали отсрочки по налогам, расширили социальные пособия и выплатили зарплату всем уволенным сотрудникам в размере 70% от утраченных доходов. В Италии, где вспышка коронавируса весьма сильно пошатнула не только здоровье населения, но и экономику, на антикризисные меры потратили почти 760 млрд долларов. Власти решили приостановить выплаты по ипотечным кредитам, а также дали компенсацию пострадавшим предприятиям и безработным. В Поднебесной стране, где и произошла первая вспышка, потратили намного меньше, чем в Италии. К примеру, китайские власти предпочли инвестировать 400 млрд долларов в развитие инфраструктуры. Льготы предоставили лишь для медицинского сектора и логистическим компаниям, говорится в исследовании. Всего в Китае на антикризисные меры потратили 610 млрд долларов. В Великобритании и Франции антикризисные меры госбюджету обошлись 400 и 450 млрд долларов соответственно. Основная сумма у французского правительства ушла на госгарантии по банковским кредитам, малому и среднему бизнесу. В Соединенном Королевстве отличились тем, что выдали бизнесу беспроцентные кредиты. Но с учетом того, что они дадут возможность правительству покупать их краткосрочные долговые расписки. Но речь идет только о компаниях с высоким кредитным рейтингом и хорошим финансовым состоянием. В исследовании также рассмотрели расходы Южной Кореи. Там, например, денежные выплаты получили все, кроме богатых. На фоне всех этих стран позиции у России и Казахстана весьма отличаются. Соседняя страна направила на антикризисные меры порядка 30 млрд долларов. Ну и, наконец, наша республика задействовала в основном деньги из резервного национального фонда будущих поколений. 14 млрд долларов, согласно отчетам правительства, ушли на отсрочки, льготные кредиты, разовые выплаты и финансирование сельскохозяйственной отрасли. Смогут ли эти меры действительно спасти экономику Казахстана, аналитики пока не берутся прогнозировать. Диана Текенова, Томикен Бизнес. Тем временем, Миннация экономики Казахстана прогнозы делать не боится. По словам вице-министра Мадиита Киева, экономика страны может показать положительный рост по итогам года. Так, позитивный тренд возможен за счет динамики в производственном секторе, а также потенциального роста в секторе услуг. Пока что ведомство оперирует апрельским прогнозом ВВП с понижением показателя на 0,9%. Перерасчеты сделают по итогам полугодия, заявил вице-министр. По итогам пяти месяцев сектор услуг у нас снизился на 6,2%. Производство товаров сохраняет динамику. Прирост в производственном секторе составляет 4,8%. Сектор услуг впоследствии будет у нас набирать темп. Есть высокая динамика производственного сектора. В результате есть основания полагать, что к концу года мы можем выйти на небольшой положительный рост. К событиям в мире. За первые полугодия доля бизнесменов, которые оптимистично смотрят на перспективы российской экономики, сократилась в два раза, до 17%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на результаты исследований организации Гранд Торнтон. Ее представители опросили 5000 руководителей бизнесов из 32 стран мира. В целом же, лидерами по доле предпринимателей, которые положительно оценивают перспективы экономик своих государств, стали Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Китай. Крупнейшая экономика мира США на восьмом месте. Между тем, национальная нефтяная компания Абудаби Эднак планирует увеличить экспорт нефти в августе. Это первый сигнал к тому, что ОПЕК и ее партнеры готовятся к ослаблению рекордных сокращений добычи сырья, сообщает Рейтер. Напомню, страны, не входящие в картель, с мая снижают показатели почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Все потому, что пандемия коронавируса привела к снижению мирового спроса на черное золото. Согласно прогнозам, в 2020 объем потребления может упасть до 93 миллионов баррелей в сутки. Между тем, ожидается, что добыча нефти в США в этом году сократится меньше, чем ожидалось. Показатель составит 600 тысяч баррелей в сутки. А вот гражданину Казахстана Андрею Турчину, известному в хакерском мире под псевдонимом FXMSP, грозит до 50 лет лишения свободы. Его обвиняют в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, а также в кибермошенничестве и хакерстве. Соответствующая информация появилась накануне на сайте Департамента юстиции Вашингтона. Выяснилось, что в 2018 году группа Турчина установила постоянный доступ или так называемые черные ходы к сетям жертв, которые они затем рекламировали и продавали другим киберпреступникам. А в декабре того же года Андрей и его сообщники совершили киберпреступление, жертвами которого стали сотни компаний в 30 странах на шести континентах. К слову, цены за находки Турчина колебались от 2 до 100 тысяч долларов. Теперь, если вина мужчины будет полностью доказана, он проведет за решеткой практически остаток жизни. Киберпреступность не знает международных границ. И пресечение этих преступлений требует сотрудничества между множеством международных партнеров. Я благодарю Казахстан за помощь в этом расследовании. Я надеюсь, что эти важные международные партнерские отношения между следователями по киберпреступности приведут к привлечению Турчина к ответственности в суде. Тем временем почти 8 тысяч кибератак зафиксировано в Казахстане с начала года. Эксперты отмечают увеличение числа нападений именно в период карантина. Причина – массовый переход на дистанционную работу. В основном опасения вызывают факты, когда киберпреступники могут дистанционно отключить информационные системы разных организаций, в том числе больниц, а также нарушить процесс их работы. Значительно увеличилось число ДОС-атак на 69% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате нарушаются или полностью блокируется обслуживание пользователей. Не менее активно совершаются и нападения с целью похищения банковской информации. Дополнительный фактор, который стимулирует, можно сказать, да, все это происходящее – это, опять же, в условиях пандемии и карантина. Это время реагирования и порядок реагирования. Это понятно, что на сегодняшний день сотрудника полиции, правоохранительных органов уже не до этих мелких правонарушений. И можно считать, что служба безопасности работает на удаленке, да, компании, да, для них это уже такие нетипичные условия, достаточно сложно реагировать в них. Правоохранительные органы в таких же условиях находятся и в целом все механизмы, они работают гораздо медленнее. Продолжаем главные новости. На 30% может сократиться количество точек общепита по итогам локдауна в Казахстане. Об этом сообщили в Ассоциации клуба рестораторов страны. Так, по завершению ЧП с марта по май с рынка навсегда ушли примерно 20% предприятий. Во время карантина закрылись еще 5%. С какими проблемами столкнулись владельцы ресторанов и кафе, узнала Амина Абдрахманова. Снижение количества персонала, сокращение выручки, переквалификация работы на доставку. Рестораны и кафе Казахстана вынуждены перейти на новый формат с учетом введенных в стране ограничений. Однако положительных сторон, как отмечают бизнесмены, почти нет. Многим из них приходится буквально барахтаться, чтобы как-нибудь остаться на плаву. Сейчас общепит испытывает действительно проблемы. Не все арендодатели снижают аренду, либо ее вообще убирают. Конечно, не все. Поэтому я думаю, что рестораны, кафе, некоторые по ним это очень сильно ударит. И некоторые, скорее всего, не смогут открыться после карантина, которые пока не знаем, когда вернемся действительно к нормальной жизни. Тем временем Ассоциация клуба рестораторов сообщает, что сейчас в Казахстане примерно треть заведений находится в теневом секторе и работает незаконно. У некоторых бизнесменов даже нет санитарно-эпидемиологического разрешения на работу. При этом только в Алматы насчитывается около полутора тысяч нелегальных заведений. Все они вынуждены скрывать свои доходы. В данном случае ограничительные меры на 30 посадочных мест в заведении не должно превышать 30 посадочных мест. Если, например, ресторан до пандемии, до карантина обладал 100 посадочными местами, то сейчас она может максимум разместить около 30 гостей. Это значит на 70% снижение потока гостей. В ассоциации уверены, что если карантинные меры продолжатся, то больше половины из существующих организаций общепита попросту уйдут в тень, а на рынке останутся только франшизы и сетевые компании. Но даже им, чтобы продолжить свою деятельность, придется дробиться на мелкие организации. Выход из ситуации бизнесмены видят в налоговых льготах, такие как уменьшение ставок НДС и КПН. Кроме этого, предприниматели просят отсрочки по кредитам. Амина Абдрахманова, Руслан Мухамедьяров, Атамикен Бизнес. А вот молочная продукция может подорожать сразу на 9%. Напомню, Евразийская экономическая комиссия выступила с предложением внедрить чипирование молочных товаров для борьбы с контрабандой. Однако бизнесмены и деловой совет ЕАЭС выступают против. В частности, переработчики уверяют, что маркировка потребует больших затрат на закуп оборудования и операционные расходы. Поддерживают их и производители Беларуси, России и Кыргызстана. Самое важное, это скажется на простых потребителях. Около 9% будет удорожание продукции. Это достаточно большое. Тем более, наша продукция, она социальная. Социально значимый продукт, это продукт, который приобретают, будем говорить так, не самые богатые своими силами. Для чего вводилась маркировка для того, чтобы, так сказать, избавиться от фальсификатора. Но в молочной продукции фальсификаторе, во всяком случае, по данным исследованиям, там не более 1,5%. То есть, подделывать молочную продукцию, другой разговор, что могут быть продукты, отвечающие заявленному, но это никак не связано с маркировкой. К другим темам. В Павлодаре стартовали выборы в региональные советы при Палате предпринимателей «Атамикен». Прием заявок начался 7 июля. Документы можно подать офлайн по адресам региональных палат предпринимателей либо онлайн на сайте vote.atamiken.kz. Кандидатов отберут из числа предпринимателей, зарегистрированных в регионе. Также могут избираться члены саморегулируемых организаций и ассоциаций, аккредитованных в региональной палате предпринимателей. Сейчас выборы. Есть возможность поучаствовать в работе регионального совета. Ничего страшного нет абсолютно. Самое главное, зашел как предприниматель, зарегистрировался, подал заявку. Баллотируйся, не вопрос. Даже если вы не пройдете в региональный совет, то двери в палате всегда открыты каждому бизнесмену. Ну а в Талгаре 340 семей отпраздновали новоселье в минувшие выходные. В городе сдали в эксплуатацию 6 многоквартирных домов общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров. Как сообщили в городском Акимате, 170 квартир предоставлены по кредитной программе «Нурлежьер». Еще столько же получили и те, кто стоял в очереди за арендным жильем. О том, как решается квартирный вопрос в регионах, материал Тимура Ермашева. Параг сделать. Я очень благодарен. Я когда увидел, у меня такое волнение. Отец 14 детей Николай Костюченко ждал этого новоселья 6 долгих лет. Теперь его большое семейство будет жить в новом, только что сданном в эксплуатацию доме. Ключи многодетному отцу вручил лично Аким Талгарского района. Я смотрю на этот жилой комплекс, очень доволен, рад, что главой государства одобрены такие средства, как выделены на такие строительства. Сегодня они нас осчастливили, дали нам трехкомнатную квартиру. Я просто в восторге. Дети мои ликуют. Помимо семьи Костюченко, новоселье в минувшие выходные смогли справить еще 339 семей. Половина из них взяли квартиры в кредит по программе Нурлыжер. Другая половина будет выплачивать аренду. 55 квартир предоставлено многодетным матерям. 61 квартир – это социально уязвимые слои населения, куда входят инвалиды первой, второй группы, семьи воспитывающих детей инвалидов, пенсионеры по возрасту. Потом 34 квартир детям сиротам. 20 квартир, которые состоят у нас очередности по категории государственных служащих. В общей сложности на строительство шести домов было выделено 3 миллиарда 135 миллионов тенге. В настоящее время по Толгарскому району в очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда зарегистрировано чуть меньше 5000 граждан. Тимур Ермашев, Ерлан Шалбаев, телеканал «Атамикен Бизнес». Между тем, в Алматинской области по госпрограмме «Дорожная карта занятости 2020» реализуется порядка тысячи проектов. Это строительство, реконструкция и ремонт зданий, школ, больниц и других социальных объектов. Всего на эти цели из государственного бюджета выделено 109 миллиардов тенге. Ряд проектов реализуется и в моногороде Текеля. К примеру, ко дню столицы здесь установили флагшток и открыли детские спортивные площадки. В городе Текеля один из проектов, реализованных в рамках «Дорожной карты занятости» – это установка флагштока. Его водрузили прямо в центре города, на центральной площади. Стоимость объекта – 17 миллионов тенге. Самую высокую достопримечательность города установили аккуратно в День столицы. Торжественное мероприятие могли наблюдать сотни горожан и жителей области онлайн. Это большое событие. Наш флаг взвил высоко в небе. Я очень горда, что честь поднятия флага доверили мне. Я надеюсь, что в будущем наш флаг не раз будут взмывать ввысь и на наших спортивных победах по всему миру. В городе, ко дню столицы, также открыли современную спортивную площадку и ряд других объектов. По словам главы Текеля Бахтиара Унирбаева, всего в городе в рамках дорожной карты занятости реализуется 13 проектов. Два проекта мы завершили. Это флагшток и спортивная площадка. Еще шесть площадок будут отремонтированы. Три с мягким покрытием, остальные с обычным. В поселке Рудный также строится спортивная площадка. Все объекты мы открываем ко дню столицы. Ежегодно текелейцы этот праздник встречают большими достижениями. Всего в этом году мы реализуем 13 проектов на 1 млрд 815 млн тенге. Мы смогли трудоустроить 216 человек. Всего в Алматинской области по программе дорожной карты занятости постоянные рабочие места нашли 23 тысячи человек. Маржан Султумбаева, Нурслауба, Кирова, телеканал Атамикен Бизнес. 1 августа в Казахстане стартует республиканский молодежный эко-марафон, который продлится 90 дней, сообщили в ассоциации ЭКОЖЕР. Проект реализуется при поддержке ЮНЕСКО совместно с их кластерным бюро в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Он нацелен на изменение образа жизни молодежи через обучение их простым и экологичным принципам. Как сортировать мусор, как беречь электроэнергию и как превратить философию ноль отходов в привычный образ жизни. Принять участие в марафоне могут все желающие от 12 до 25 лет. Для этого нужно отправить текст «Чистая планета начинается с меня» на мобильный номер, указанный на экране. Количество мест не ограничено. Там предполагаются встречи с экоактивистами, введение дневников простейших. То есть записывать, как я что планировал, что я сделал, чтобы это был вопрос такого самоконтроля за собой и посредством этого формирование экологических привычек. То есть когда у человека есть определенные привычки, он даже не задумывается, почему это делать. Потому что мы же знаем, утром мы встаем, мы идем сразу мыть лицо, чистить зубы. Это все новости среды. 8 июля следите за нашими выпусками и на интернет-платформах Ютуб, Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. Оставайтесь на Атамикен Бизнес.